Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами уже знаем, что такое общество. Давайте теперь разберемся, какими общества бывают. И, как мы знаем, это довольно-таки сложное явление. Поэтому общества бывают разные, и разные ученые подходили к вопросу их типологии по-разному. Итак, первая классификация, с которой мы познакомимся, это по наличию письменности. И тут очень просто. Общество можно разделить на письменные и дописьменные. И возникает вопрос, а почему именно письменность взята за такую отправную точку? Ну, то есть, почему мы берем общество не до изобретения колеса и после изобретения колеса, а именно письменность? Дело тут вот в чем. Письменность позволила людям гораздо эффективнее накапливать и передавать свои знания. И прогресс человечества пошел семимильными шагами с момента изобретения письменности. Поэтому действительно справедливо разделить именно вот так. Следующая классификация – это по числу уровней управления общества. Тут тоже достаточно все просто. Общества могут быть простыми и сложными. В чем разница? Простые общества – это общество однородное, где у нас с вами, грубо говоря, все равны. Нет богатых и бедных, власть имущих, чиновников, армии и так далее. То есть, у нас максимально примитивное социальное устройство. Современные же общества являются сложными. То есть, включается множество уровней социальной иерархии. У нас есть некие лидеры. Лидеры политические, лидеры экономические, лидеры духовные. У них есть определенный аппарат управления, более привилегированные ячейки общества и так далее. То есть, тут все очень-очень сложно. Действительно, по-другому и не скажешь. Третья классификация – это по уровню развития. Имеется в виду, конечно, в первую очередь, социально-экономическое развитие. И здесь мы можем с вами выделить общества развитые, развивающиеся и, увы, пока отсталые. Классификация достаточно условная. И куда относить какие страны – в целом нет единогласного мнения. Однако, примерно можно сказать, что, скажем, развитые европейские страны, Канаду или Америку, мы с вами отнесем к развитым. Ну, а африканские страны, где до сих пор бегут с копьями, наверное, все-таки к отсталым. Итак, следующая классификация – это по формационному признаку. Эту классификацию придумал Карл Маркс, который, как мы знаем, был экономистом. Поэтому неудивительно, что его классификация, его типология общества строится, в первую очередь, на экономическом признаке. Итак, Карл Маркс говорил, что главное для разделения общества на какие-то типы – это определиться, какие у нас есть группы и кто владеет факторами производства. Факторы производства – это все, с помощью чего можем произвести блага, необходимые нам для жизни, начиная от еды и заканчивая одеждой. И первая формация, о которой он говорил – это первобытно-общины. Неплохое устройство, когда, в целом, собственников у нас-то особо и нет. Если я иду и нашла себе связку бананов, то моя связка бананов. Все, вот так просто. Каждый находит и получает, что у него есть. Общество бесклассовое. То есть, нет кого-то, кто угнетает и угнетаемых. Все равны. А вот дальше в истории началось деление на угнетателей и угнетаемых. И начинается оно с рабовладельческого строя. В рабовладельческом строе у нас, что неудивительно, есть две большие группы – рабы и рабовладельцы. Рабы выполняют работу, но получают все блага рабовладельцы. Однако история не стоит на месте. Мы переходим к следующей формации, и она не шибко-то улучшила положение вещей. Ведь теперь у нас феодальная формация. И, по сути, у нас теперь просто будут крестьяне и феодалы. Но принцип тот же – крестьяне работают, а все результаты их труда получают кто? Конечно, феодалы. Но и дальше развивалась история, и мы с вами перешли к капиталистической формации. И теперь, очень условно, мы можем разделить всех на владельцев заводов и тех, кто на этих заводах работают. Понятно, что не только на заводах у нас люди работают, но, в принципе, надеюсь, вы поняли. И снова – работают одни, а результаты этого труда получают другие. И в этом Карл Маркс видел ужасную несправедливость. Ведь если не я буду владельцем, не я буду собственником результатов своих труда, то и работать я буду спустя рукава. То есть вся экономика работает не на максимуме своих возможностей, а шалтай-балтай. В этом он видел некую неправильность, недооценённость потенциала экономики, поэтому предлагал перейти к идеальной, коммунистической формации. Формации, где каждый работает и получает результаты своего труда. И поэтому каждый будет заинтересован в том, чтобы производить максимально хорошо. Таким образом, под формацией мы с вами будем понимать некий исторический этап развития общества с присущим ему способом производства. А все остальные отношения, кроме экономических, политических, духовных, социальных, мы будем считать надстройкой. Ну, то есть они являются логическим следствием экономического строя. Следующая классификация встретится нам наиболее часто по уровню развития технологий или, как иногда называют, стадиальный подход. Итак, какие же у нас есть типы общества? Во-первых, это общество традиционный, во-вторых, индустриальный и, в-третьих, постиндустриальный. Так как эта классификация самая популярная и распространенная, с ней мы разберемся с вами поподробнее. Ну и пойдем в порядке их исторического появления. Исторически первым было общество традиционное. Традиционное общество предполагает, что главный фактор производства у нас земля. То есть большинство людей работают в сфере сельского хозяйства с помощью примитивных орудий труда и экстенсивных технологий. То есть мы не производим что-то высокотехнологичное, а просто используем самые примитивные орудия. Если нам нужно производить больше, берем больше земли, больше орудий и так далее, а не пытаемся как-то развить нашу технологию. У нас корпоративная сословная структура, то есть низкая социальная мобильность. Если я родилась в крестьянской семье, то, скорее всего, и умру в крестьянской семье. Нет у меня никаких возможностей улучшить свое социальное положение. В политике преобладают монархические формы, поданческий тип культуры. То есть мы просто привыкли слушать монарха, ему же виднее. Ну а в духовной жизни, как вы, наверное, догадались, господствует религия. К индустриальному обществу мы перешли посредством промышленной революции. Теперь уже можно производить не руками, а с помощью машин, станков и прочего. Итак, какими же признаками у нас характеризуется индустриальное общество? Ведущим фактором производства становится капитал. У кого есть завод, тот и хозяин экономики. Соответственно, теперь уже имеет значение образование, поэтому работники должны быть образованными. Образование становится массовым. Главной особенностью культуры становится появление массовой культуры. Ведь работник после того, как пришел с завода, ему хочется отдохнуть и расслабиться. И какой-нибудь сериальчик или такая незамысловатая книжка как нельзя лучше удовлетворит эту потребность. В политике у нас развивается демократия. Люди впервые осознают наличие у них прав и свобод. И за эти права выступают. Так мы знаем с вами, например, движение за права рабочих и прочее. Зарождается гражданское общество. Да, оно пока не развито, но зарождается. И религия потихонечку теряет свое господствующее положение в духовной сфере. И все больше мы начинаем ценить науку и ее достижения. Ведь их можно внедрить в производство. Ну а современным типом общества является постиндустриальное общество. Его еще называют информационным. Потому что, действительно, главным фактором производства становятся знания. То есть информация. Образование становится непрерывным. Мы должны учиться всю жизнь, чтобы быть на коне. Теперь у нас уже не просто использование механизмов в производстве, а компьютеризация, автоматизация производства. Машины управляют машинами. В политике у нас развитое демократическое общество и развитое гражданское общество. То есть люди уже не просто осознают свои права, а готовы их отстаивать и делать что-то для этого. Мы говорим о правовом государстве. Наука становится главной сферой духовной жизни. Религия все еще, естественно, сохраняет свое значение. Но ведущую роль занимает именно наука. И в социальной сфере важно отметить, что мы переходим к открытому обществу. Это значит то, что возможности для нашей социальной мобильности безграничны. Мобильность не просто высокая, как было в индустриальном обществе. Ну, мол, я могу быть рабочим, но работать хорошо и стать старшим рабочим. Тут у нас с вами нет никаких, ограничений. Вы можете родиться в самой бедной, самой какой-то невзрачной семье в маленькой деревне в Африке, но потом стать долларом миллиардером где-нибудь в Канаде. Никаких ограничений. Такое оно постиндустриальное общество. Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующем уроке.